Налоговая инспекция города отчиталась за свою работу. В 2011 году налогоплательщиков, которые теперь спят спокойно, стало заметно больше. И это плод усилий не только фискалов. Поработали и миграционные службы, и судебные приставы, и прокуратура, и другие структуры. Однако главный налоговик Валентина Корязина без критики в своем выступлении не обошлась. Одной из претензий к подчиненным Валентина Корязина назвала неправильные сведения о налогоплательщиках в базе данных, как по транспортному, так и земельному налогам. Из-за этого некоторые петербуржцы перечислили в бюджет значительно больше, чем были должны. По заверениям Валентины Корязиной, досадное недоразумение устранят в самое ближайшее время. Поручаю заместителям руководителя управления Желудовой Нине Владимировне, Кашкиной и Светлане Васильевне, начальникам инспекции, продолжить работу по взаимодействию с регистрирующими органами с целью исключения некорректных и неактуальных сведений, содержащихся в информационных ресурсах налоговых органов Санкт-Петербурга. На совещание приехал губернатор Георгий Полтавченко. Сам он бывший налоговый полицейский, поэтому с бывшими коллегами разговаривал на одном языке. Очень важно, что по сравнению с 2008 докризисным годом в Санкт-Петербурге возобновился роль доходов. Налоговое поступление составляет 70% от общего объема доходов городского бюджета. В 2011 году в городское казно было собрано 275 миллиардов рублей налогового дохода. Собираемость налогов повысилась на 10%. Лепта Петербурга в федеральном бюджете составила 316 миллиардов рублей. Это 3% от общего государственного пирога. Причем федеральные налоговые инспекторы видят положительную динамику в том, что наполняемость государственного кошелька стала хоть не намного, но меньше зависеть от сырьевой иглы. Поступления 2011 года выросли не только за счет нефтегазового комплекса. Высокую динамику показывает металлургия, машиностроение и электроэнергетика. Подарок преподнесли рядовым налогоплательщикам, которые регулярно ходят в инспекции по месту проживания. В некоторых отделениях установят камеры, с помощью которых в режиме онлайн можно будет наблюдать за чередями к окнам инспекторов. Причем оценить количество посетителей можно сидя у своего компьютера, не выходя из дома или офиса. Сергей Семенов, Дмитрий Тимофеев, Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург.